Привет! Пробую новую установку камеры, теперь у меня большая камера меня снимает. Посмотрим, как будет качество, фокус, моя любимая тема. Я в прошлом, после прошлого видео, я пыталась вытащить карточку или батарейку, и с расстояния 5 сантиметров камера упала у меня на стол. У меня сердце просто остановилось, и мне потом целый день казалось, что у камеры что-то не то с фокусом. Если честно, я толком еще пока не поняла, там что-то не то или что-то то. Но сердце у меня на секунду остановилось. Сегодня я буду рассказывать про книжки, прочитанные в декабре и в январе. Все, что до сегодняшнего дня прочитано, я все покажу. Как вы уже поняли за прошедший год, у меня отчет от прочитанного немножко смещается, поэтому не совсем это январь и не совсем декабрь, а что-то среднее. И также некоторые книжки вы уже видели в лучших книгах года, поэтому на них я тоже особенно останавливаться не буду, просто покажу их, скажу, что прочитала, и одно предложение про них скажу. Начинаем с Гарри Поттера. Я перечитала в декабре Гарри Поттер и Кубок огня, и у меня, наверное, единственное, что я могу сказать, такого цельного позамечания, потому что все читали Гарри Поттера. В принципе, когда дело уже касается четвертой книги, я не знаю, что такого я экстренного могу добавить, тем более, что я перечитываю двадцатый раз. Но вот что я могу сказать по изданию? Если первые три книги было удобно, ну, более-менее еще, так скажем, удобно читать, потому что все вот эти мягкие переплеты, они в относительной удобности, что касается четвертой книги, то так как здесь почти 700 страниц, очень тяжело. Вот просто я держу вот так книгу, и я не могу ее держать дольше, наверное, трех минут. Мне нужно ее опустить на колени или куда-то положить. И из-за этого я ее читала медленнее, чем хотелось бы. Не потому, что книга была неинтересная, или я потеряла интерес, или было сложно читать. Язык, вот апдейт про язык, я, наверное, чего в каждой книге говорю. Язык не изменился по сложности. То есть, если вам кажется, что первая книга написана легко, а дальше будет сложнее, нет, язык не меняется, все очень легкодоступно. Если у вас средний уровень английского, я думаю, что вы справитесь легко с этой книжкой. Вот если бы не издание. И я не знаю, то ли стоит сюда добавить твердую обложку, но тогда книга будет еще тяжелее, но, по крайней мере, вот так вот открывать ее будет, я не знаю. Я не знаю, в чем проблема с этим изданием. Наверное, нужно было делать бумагу потоньше, издание подешевле, но тогда оно будет читабельнее. Знаете, все вот эти большие какие-нибудь там энциклопедии, которые, они стоят у всех дома вроде как больше для красоты, нежели для реального использования, вот так и вот этот Гарри Поттер. Это не значит, что я буду останавливаться, не буду дальше перечитывать части. Моя задача это дочитать все семь книг. Если не в этом году, то перекину немножко на следующий, но все же я не останавливаюсь. Следующая книга, ее вы тоже видели, про нее я очень много говорила, если честно, больше говорить совершенно не хочу. Вы понимаете, по каким причинам. Левикс и меня зовут Лиз. Книга, если в одном предложении, книга мне очень-очень не понравилась, разочаровалась я в серии. Дальше. Это просто игра Наили Измайлов, тоже отечественный автор. У Наили Измайлова я уже читала убыр, и существует такая, как легенда, присказка, притча, что Наили Измайлова все называли детским автором, хотя убыр вообще не детский, но он получал всякие награды за убыр, именно во всяких детских номинациях и категориях, и автор так разозлился от этого, так его все достало, что он решил по-настоящему написать детскую книжку. Это книжка для очень узкого подросткового периода, я думаю, где-то с 10 до 13, максимум 14 лет, и скажу честно, мне кажется, на отечественном рынке очень мало книг по-настоящему хороших, качественных и интересных именно для этого возраста. То есть дети либо берут Гарри Поттера уже с раннего возраста, либо они начинают читать уже что-то совсем взрослое. Есть вот эти пресловутые часодеи, про которые много сказано, и я думаю, если честно, исключительно мое мнение, как и все, мне нужно еще раз обозначить, что это исключительно мое мнение, что дети так схватились за часодеев, потому что нет более достойной альтернативы. Возможно, она появится, возможно, она уже на пути, и я надеюсь, что так оно и есть, и вот эта просто игра относится к этой же весовой, ценовой и возрастной категории. Что касается содержания книги, я почувствовала там очень мощные нотки не подростковой литературы, а, вы знаете, мужской фантастики. Я думаю, что это, по идее, должен быть довольно частый сюжет, когда мужчина попадает в игру и становится игроком в этой игре. Здесь, в принципе, все основывается на вот этом же сюжете, который, я думаю, что плавает на поверхности. Поправьте меня, если вы читаете много мужской фантастики, и там нет таких сюжетов. Стоит написать, если нет таких сюжетов. Но я думаю, есть. Наверняка есть и куча фильмов, и компьютерных игр. Это наверняка очень известная тема. Меня немножко смутила первая, наверное, треть книги, где автор пытался очень быть похожим на подростка, использовать всякие подростковые словечки, которые подростки сегодня не используют, или, допустим, использовал их чересчур часто. Чувствуется, что, ну, автор давно вышел из этого возраста, когда общаются на таком языке. В целом, история мне понравилась, несмотря на те недостатки, которые я перечислила до этого. Мы постоянно перескакиваем с одного персонажа на второго. У нас здесь два главных героя, как мы видим по обложке, мальчика-девочка. Один находится в реальности, второй находится в компьютерной игре. Что еще интересно, они поменялись телами, это происходит в самом начале, это не спойлер. Это для меня вот некое сочетание мужской фантастики и фильма «Мальчик в девочке», если смотрели такой. Я думаю, как проба пира в подростковом жанре, именно по-настоящему подростковому жанре, для Наили Исмайлова это был очень удачный опыт. Еще мне нравится прием, который я тоже использую в книжке, которые сейчас пишу, и который Наили Исмайлов тоже здесь использует, когда глава заканчивается на какой-то фразе и с этих же слов, почти с этих же слов, фактически с этих же слов начинается следующая глава. Это тоже довольно интересный прием. Я не знаю, насколько книга будет интересна взрослым, но если вы не знаете, что купить подростку, точнее не подростку, это, наверное, еще все-таки дети, детям 10-12 лет, я думаю, что это неплохой вариант. Книга, с которой у меня «Любовь, ненависть» это Эдгар Аллен По «Падение дома Ашеров». Почему «Любовь»? Потому что Эдгар Аллен По, он действительно гений, мастер пера, он нововведенец, он просто человек, который опередил свое время и в жанре, и в том, как он написал, и что он... Потому что сегодня это читается точно так же, как если бы Стивен Кинг это написал, может быть, чуть-чуть более искусно и изящно в духе 19 века, но тем не менее, вы понимаете аналогию. Почему у меня сложились тяжелые отношения с этим сборником, почему я его читала, наверное, дней 10? Мне предыстория. Мне практически никогда в жизни не снились кошмары. Я не понимала всех этих людей, которым снятся страшные сны, и они вскакивают в холодном поту. Я начала читать «Падение дома Ашеров», и мне начали сниться кошмары. Мне приснилось два очень страшных сна. После одного из них я просто не спала всю ночь. И я не знаю, может быть, это самовнушение, что это получилось после этой книги, но книга определенно внушает ужас. Это вот точно, потому что здесь все вот эти темы, могильные, подробные описания. Понимаешь, что человек в здравом уме такое не напишет? 100% определенно. У Эдгара Наннпо, и я больше чем уверена, что я права, были какие-то психологические проблемы, я думаю, довольно тяжелые. Но это, знаете, как вот Стивен Кинг, когда он, опять возвращаясь к Стивену Кингу, у него был период, когда он писал под наркотой. И многие ценят этот период его творчества, многие любят и считают, что если бы он не принимал наркотики, то он не написал бы вот таких потрясающих романов, которые он написал в это время. здесь вот, я думаю, примерно похожая история, что другой склад ума у человека из-за того, что творится у него в голове, поэтому он пишет совершенно по-другому. Получается, я второй раз перечитывала, в первый раз у меня была аудиокнига как раз «Незвержение» в Мальстрем, и что-то еще было. «Сердцеобличитель», точно, и «Похищенное письмо». Этот сборник, он представляет собой солянку из нескольких детективов Эдгара Алана По и его страшных рассказов. Мне очень понравились детективы, они совершенно, ну, совершенно не страшные, да, особенно первые, да, где просто жесть творилась. Ладно, они тоже страшные. Но я провела такую странную параллель для себя и поняла, что Артур Конан Дойль очень сильно вдохновлялся Эдгаром Алана По. До этого я этого не понимала или отказывалась принимать. «Ляшущие человечки» это стопудово переписанный «Золотой жук». Я не знаю. Вот хорошо это, плохо, когда авторы вот так вдохновляются, заимствуют, но Артур Конан Дойль определенно не первооткрыватель этого жанра. Да, он написал «Клевые детективы» с Холмсом, но тут вы понимаете, тоже детектив написан от первого лица про сыщика, который является другом главного героя и все вот эти мелочи, которые цепляешь из текста, понимаешь, «Боже мой, это как у Конан Дойля!» Я не знаю, хорошо это или плохо, так что, если подводя итоги, ненависть, потому что мне снились кошмары и любовь, потому что действительно интересный, хороший сборник и подобран он достаточно разнообразно, то есть идет, допустим, детектив, потом несколько страшных рассказов, там опять детектив, у вас есть постоянное тематическое разнообразие, вы можете отдохнуть. Следующую книгу прочитала буквально дня два назад, наверное, «Предрасветная лихорадка» и автор у нее Петер Гардош, это венгерский автор, история основана на реальных событиях, как познакомились, как встретились, как поженились его родители. Письма, которые здесь используются, это реальные письма родителей писателя, также снят фильм, по-моему, венгерского производства, и по-моему, даже сам автор занимался производством этого фильма. Мне очень понравилось, потому что это вот страшное время война, и сказка вплетена в войну, это, по-моему, самые прекрасные истории, когда на чем-то таком черном и страшном вырисовываются вот такие прекрасные цветы. Главные герои, соответственно, родители писателя, они оба были в концлагерях, и оба были вывезены в Швецию. Отец главного героя, он нашел где-то около ста девушек, с которыми он переписывался в Швеции венгерок, и он решил, что ему нужно срочно жениться, он хочет найти себе девушку. Проблема одна. Врачи дали ему 6 месяцев, говорят, что у него туберкулез какой-то страшный, он умирает, но он не отчаялся, он не принимает диагноз, он не верит в него. Это очень позитивная история о любви, о жизни, о том, как нужно держаться за жизнь. Она простая, сказочная, но ты знаешь, что это было правда, поэтому очень советую прочитать. Тираж у книги небольшой, я надеюсь, что еще можно найти ее в продаже. Далее уже показывала вам фолиант неизведанного, тоже на нем не буду подробно останавливаться, скажу, что один из любимых комиксов года. Следующая книга, на которой я долго буду останавливаться, мне очень не хочется. Знаете, вот у меня сидят ангел и демон, сидят, у меня сидят ангел и демон на разных плечах, и демон мне шепчет, Оля с ними 50-минутное видео о том, какой это трэш, а ангел говорит, Оля, просто скажи, что это не твое, отложи ее скорее и посвяти ей 2 секунды. В общем, растительная диета. Вы знаете, мне очень интересны вопросы питания, особенно в последний год, я озаботилась вопросами мясомолочного производства, мне все это интересно, действительно ли это полезно для нашего организма, как это все работает. Против самого питания я пока особо, мне особенно пока нечего против сильно сказать, а даже если есть, я не буду, потому что я не врач, мало ли дам какой вам совет, и будьте ему следовать, даже если как-то неосознанно. Что касается этой книги, это Шарблотамство. Это автор книги, ее зовут Линси Никсон, она является автором кулинарных книг в первую очередь, которые называются что-то вроде Счастливое, Травоядное, и у нее куча продолжений. Очень популярные книги, все веганы и вегетарианцы любят по ним готовить, но почему у меня такие негативные ощущения именно от этой книжки, здесь очень, во-первых, здесь очень много историй того, есть как врезки, вот так они выглядят это примерно как статьи в газетах, и там автор приводит различные истории, спрашивает так, это как интервью с героями, которые, знаете, вылечились от всего с помощью растительной диеты. Я буду называть ее это веганство, потому что, короче, но это разные вещи, не мне вам объяснять. Рак, я не знаю, рак такой, рак сякой, болезни этого сего почек, сердца, мозга, все лечит веганство. Вот на этом я попрошу остановиться и просто единственное мой вам как совет, посыл, я не знаю что, не бывает магической диеты, нет волшебной диеты, на которую вы сядете и все, вот и рак вылечился. Не бывает такого. Это вот первое, что я хочу сказать. Второе, аргументы, которые приводит автор. Некоторые она подкрепляет какими-то научными исследованиями, все такое, но это очень редкий случай. В основном всю чушь, которая, это чушь полнейшая, вот можете прям за мои слова брать деньги. Чушь, чушь, которая она говорит, это все какие-то придумки, надумки. Начнем с того, что аргумент автора не пить молоко. Единственный аргумент, который она дает. Не то, что ей жалко коров, там, ля-ля-ля, третий десятый. Ее аргумент это дословно. Вам не кажется странным пить молоко, которое предназначено для других животных? Странно! А вам не кажется странным есть вишни, которые росли для того, чтобы выросли другие вишневые деревья. Ну, то есть, шизофрения полнейшая. Извините меня за такие подробности. Или, допустим, другой момент, который мне очень сильно понравился в кавычках. Автор говорит о том, что все витамины, все полезные вещества можно заменить из растительной пищи. Вам не обязательно кушать там мясо или не обязательно кушать рыбу, чтобы получить определенные элементы. И она приводит таблицу заменителей. Казалось бы, это, ну, нормальная, логичная штука. Но когда я начала ее пристально изучать и поняла, что, чтобы заменить витамин такой-то, суточную его норму восполнить, вам нужно 10 стаканов орехов. То есть, там написано, что в стакане орехов, таких-то орехов, 10% суточной нормы. Соответственно, вам нужно 10 стаканов в сутки. В сутки. Вот на этом я хочу сделать паузу. И вот прочие такие вещи, после которых ты понимаешь, что автор совершенно не разбирается в теме, и несмотря на то, что она этим живет, она этим зарабатывает, она как вот тренер по питанию, очень много пробелов. Необходимо определенно, я не знаю, медицинское образование, либо 30-летний опыт, молодая девушка, которая всем этим занимается. Я не знаю, что. Но вот это чушь и бред. Вообще не советую абсолютно эту книжку. Если вы только хотите перейти на веганство, на растительное питание, может быть, вам что-то здесь покажется интересным. Для меня ни одной новой новости здесь не было, ничего нового автора не сказала. Я почему хотела ее прочитать, потому что позиционируется как именно как растительная диета, не веганство. У меня нет особых симпатий к этической стороне веганства. У меня много вопросов к ней, и это не то, на чем я хочу зацикливаться. Я хочу зациклиться на своем здоровье. Это можно принять, можно это ругать, можно это осуждать, и я хочу, чтобы я была здоровая. И я подумала, что вот, автор говорит, что растительная диета это как раз веганство без этической составляющей. Давай, не учи меня как быть здоровой, сказала я книжки. Это шарлатанство, серьезно. Я надеюсь, что я лишнего не сказала. Но вы знаете, когда вот меня переполняют какие-то такие эмоции, что называется, не хватит это терпеть, не могу молчать. Вообще, осторожно очень относитесь к тому, к той информации, которую вы получаете в интернете по поводу всех вот этих диет и питания. Очень много людей, которые настоящие шарлатаны. Если говорить там всех вот этих топ-блогеров, которые занимаются всеми вот этими диетическими вопросами. Если вы возьмете Кристину, у которой там 800 у нее тысяч подписчиков, и она рассказывает о том, как клюва питаться только фруктами и овощами, и совершенно не показывает обратную сторону того, что происходит, и она говорит, что она находит, вот знаете, какой-то у нее религиозные такие словечки, что она находит там связь с космосом, с собой, зажигает травматические свечи. Очень осторожно к этому подходите. Эти люди, они, если не шарлатаны, то они в какой-то степени есть что-то в этом сектантское. Подходите к этому осмысленно. Я не говорю ничего плохого про этот стиль, в данном случае питания, диеты, как хотите это называть. Я говорю про людей, которые это промоутируют, и которые говорят, что если вы станете таким-то, то вы вылечите все свои болезни. Это неправда. Все. Вот на этом я хочу закончить. Это неправда. И к хорошему перейдем к очень позитивному, доброму, светлому, опять же, детскому. Очень мало детских комиксов, как я уже говорила, когда показывала «Снежный корабль». Хильда это то, что восполняет нишу детских комиксов. Я надеюсь, что будет также множество комиксов, похожих на этот. Подрисающий, такой очень добрый юмор, красивая рисовка, истории, которыми, опять же, хочется делиться. Для меня это всегда показатель. Если хочется делиться историей, если хочется говорить, там, я не знаю, сестре, маме, другу, вот я прочитала, вот это, вот это клево, ты должен, тоже должен почитать, посмотреть. Мне очень понравилось превью к следующей книге, которая у меня тоже есть. Здесь одна страничка, это как такая заманиловка, тоже очень смешная. Мне нравится особенно, я надеюсь, видно, вот здесь вот такая лисичка с рожкой. Она потрясающая. Изначально это был то ли котик, то ли еще, что... Посмотрите, как это красиво. Здесь очень мало с нами единственное мое беспокойство по поводу этой серии. Да, клево взять и потратить час на нее, но хочется побольше. Ну вот, на сегодня это все. Пишите, если тоже читали какие-то книги, из которых, о которых я рассказывала сегодня. Возможно, у нас сойдется мнение, возможно, не сойдется, это всегда клево. Каждый по-разному воспринимает... Вот знаете, как с питанием... Вот я вернусь к питанию. Кто-то воспринимает хорошо один тип питания, кто-то воспринимает хорошо другой тип питания, Мы пытаемся найти то, что нравится лично нам и читая книги, я пытаюсь и делясь с вами своим мнением, я пытаюсь вам помочь понять, понравится вам она или нет. Все. Очень эмоционально. Я всегда ваша. Пока.